Приветствую вас. Начнём, пожалуй, с того, что мы можем вам помочь, безусловно. Но для этого необходима ваша готовность, к примеру, меняться. Если вы готовы меняться, если вы хотите меняться, то помочь вам мы, безусловно, сможем. Вот. Если нет, если вы не готовы меняться, то помощь будет весьма-весьма затруднительной. Дальше. Значит, в вашем тексте можно выделить несколько таких моментов, которые определяют данную проблему. Ну, вашу проблему определяют, да, давайте скажем так, вашу проблему определяют. Первое, то, что у вас есть всё. Значит, как вы говорите, работа, я так понимаю, что есть доход, хобби. Всё, вот это всё есть у вас, в этом вы, как я понимаю, счастливы и довольны. Значит, возможно, здесь сыграла роль то, что девушка вам нужна, ну, девушка-любовь вам нужна для того, чтобы, к примеру, почувствовать себя окончательно. Окончательно успешным, да, то есть вот завершить, так скажем, гестарт, вот. То есть, чтобы у вас прям вот полностью всё было бы, чтобы у вас был бы прям, прям полный набор, вот. Возможно, именно этого вам не хватает и, возможно, именно поэтому у вас ничего и не получается. Потому что вам хочется, чтобы девушка была вот чисто для галочки. Поймите правильно, я этого не утверждаю наверняка, я просто говорю, что тот факт, что у вас всё есть, вот как вот вы говорите, то так что у вас всё есть, может свидетельствовать о том, что ваше отношение к девушкам, ну, оно такое-такое, знаете, в большей степени материальное, материалистическое, как к вещи вы относитесь к девушкам, вот. Отчасти косвенно на это указывает тот факт, что вы подходите знакомиться к девушкам в разных местах. То есть, вы не стремитесь выстроить отношения с одной какой-то девочкой, и вы не пытаетесь поработать над, условно говоря, над фундаментом ваших отношений. Чтобы было между вами что-то общее, чтобы вы могли бы это общее, условно говоря, преувеличивать и так далее. То есть, если вы знакомитесь в разных местах, собственно, с девушкой, то она уже чувствует, что является для вас, условно говоря, вот, кем-то, кем-то, ну, является для вас, скажем, средством, да, а не ценностью, не личностью, значит, ну, в себе. Вот. Следующий момент, который я хотел бы до вас донести, это то, что у вас было достаточно тяжелое расставание, ну, вот, у вас было достаточно тяжелое расставание с предыдущей своей женщиной, вот, и, возможно, вы оказались травмированы этим, самым расставанием, вот, не до конца вы оправились от него, и, возможно, боитесь повторения этой ситуации, боитесь повторения боли, боитесь повторения... вот этого негатива, боитесь повторения своих страданий, вот, и так далее. Такая ситуация, в принципе, она вполне возможна, вот. Именно, именно такая, именно такой аспект, да, он вполне возможен. Вот, ну, и последняя, так, сейчас посмотрю, угу, так, сейчас я бы схожу знакомыми с девочками, так, это вот что-то общее, ни с одной из них дальше общение не заходило, прям просто вас ничего не связывает. А, вот, важный момент, те, кому вы нравитесь, вас не интересует, а те, кто нравится вам, да, не интересуются вами. Ну, вот, связано это с тем, что вы не всех людей принимаете, то есть, вы не, безусловно, принимаете людей всех вокруг, и связано это с тем, что вы же, безусловно, не принимаете себя. Если так вот, я уверен, поанализировать, то можно, можно достаточно быстро прийти к выводу, что есть вещи, за которые, есть вещи, за которые вы себя, там, ну, например, не знаю, презираете, за которые вы себя ругаете, или за которые вы себя вините, считаете, что этих вещей у вас быть, ну, вообще, в принципе, не должно, вот. То есть, я уверен, что такая проблема тоже существует. И на своих партнеров, вот, как раз таки, ну, партнеров по личным отношениям, вот, вы как раз таки и переносите вот этот вот аспект, аспект непринятия себя. И с теми женщинами, которые вам, условно говоря, по душе, вы пытаетесь компенсировать то, что вы себя обесцениваете. Отсюда и возникает такой вот момент, что те девушки, которые нравятся вам, они вами, в общем, не интересуются. А те девушки, которые интересуются вами, да, вам не интересны они. Может быть, здесь такое вот неосознаваемое, опять же, действие защиты от близких отношений, с учетом вашего, ну, явно неудачного опыта, прошлого опыта, да, с учетом того, что, опять же, было больно, опять же, были страдания, может быть, вы себя так защищаете от страданий, просто боитесь близости. Вот, в таком случае речь идет о нарученных личных границах, ну, непростроенных личных границах, вот, которые нужно прозраивать для того, чтобы вы не боялись и могли вступать в адекватные отношения с людьми. Ну, с людьми, с женщинами, вот, и так далее. То есть тут, как бы, такая вот история. В целом, это больше такие предположения, да, вот, в целом, это больше такие наброски теоретические, нужно все равно с вами общаться, нужно все равно выяснять вашу историю, вот, ну, и тогда уже можно будет давать более подробную рекомендацию, да, и тогда уже можно будет работать над тем, что является, собственно говоря, проблемой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.